Девушки отдыхают А можно я сегодня одену свое любимое платье? Вот это, Катюшенька? Да, да, это, мамочка. Я очень люблю это платье. Хорошо. Тогда давай снимем твой комбитресс. Оденем памперс в дорожку. Да, Катенька? Да, мамочка. Памперс в дорожку обязательно нужно одевать. Умница ты моя. Вот так. А теперь можно одевать и платьице. Тебе очень идет это платье, Катюшенька. Спасибо, мамочка. А еще причеши меня, пожалуйста. Конечно, Катюша. Сейчас мы поправим твою причесочку. И расчешем твои хвостики. Вот так. Я готова идти за покупками. Замечательно, Катюша. Уже идем. Ой, устала немножко. Оказывается, ходить за покупками не так-то легко. Катюшенька, я пойду пока разберу продукты и сложу их в холодильник. А ты отдохни немножко. Нет, мамочка. Отдыхать я не буду. Я сейчас буду показывать ребятам, что я купила в магазине. Ну хорошо, договорились. Купила я себе вот такую куколку Машу. Я так давно ее себе хотела. Сейчас я ее распакую. Вот, смотрите. Вот такая вот Маша у меня теперь есть. А еще я купила в магазине вот такой вот игровой набор Пеппа и Друзья. Здесь есть Зебра Зоя и Пони Петро. Сейчас мы их достанем. А сейчас будет самое интересное. Сейчас мы с Машей будем открывать киндеры Маша и Медведь. Открываем первый киндер. Что нам там попалось? Сейчас посмотрим. Нам попался снегоход. Сейчас соберем его. Эта игрушка будет для Педро Пони. Вот интересно, Маша, что нам с тобой попадется в другом киндере? Оранжевая коллекционная капсула. Что-то из серии Маша и Медведь. Маша, у меня теперь будет две Маши. Здорово! Или так. Ты моя кукла Маша. А это твоя кукла Маша. Зебра Зоя. А это киндер для тебя. Тоже коллекционный. Что? Что? Еще одна Маша. Но мне сегодня и повезло с покупками. Думала, купила одну Машу. А их оказалось целых три. Здорово-то как. Машенька, доченька моя, ты, наверное, уже проголодалась. Сейчас я буду кормить тебя самой вкусной едой на свете. Киндер шоколадом. А вы, ребята, не забудьте поставить нам с Машей лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить новые серии. Пока-пока. Подруга, мне нужна твоя помощь. Помогу, если смогу. Что случилось? Пропала Рапунцель. Я нигде не могу ее найти. Я подозреваю, что ее увез Флинн. А что ты так переживаешь? Она же тебе не родная, дочь. Почему я переживаю? Да мне наплевать на Рапунцель. Ее волшебные волосы. Вот что мне нужно. Благодаря им я молодая и красивая. Без них я мгновенно начну стареть. Понимаешь? Матушка Рапунцель, да ты в прошлом веке живешь. На дворе 21 век. Уже давно изобрели вакцины молодости. И никому не нужны волшебные волосы, чтобы быть молодой и красивой. Один укол, и ты красавица. Посмотри на меня. Малефисента, ты делаешь себе уколы молодости? Конечно. Можешь мне сделать? Да легко. Делай поскорее, а то у меня уже одна морщинка появилась. Ну что, подружка, готова? Ради красоты и молодости я на все готова. Ай! Потерпи немножко. Ой, что это? Куда делась матушка Готель? Неужели она так сильно омолодилась? Что же я натворила? Что же делать? Что мне теперь с этим делать? Как что делать? Воспитывать ребенка, растить его, кормить. Ты теперь мама Малефисента. Что? Я мама? Какая же ты хорошенькая, матушка Готель. Сейчас пойдем с тобой в парк на прогулку. Я ничего не понимаю. Я вчера себе делала такой же укол. И все нормально. Ты не виновата, Малефисента. Это такая реакция на препарат. В общем, не подошел он матушке Готель. И организм вот так отреагировал. Не плачь, матушка Готель. Ты теперь самая молодая из всех нас. Разве не этого ты хотела? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ты это видел, Олаф? Да. Злая королева с младенцами. Интересно, где она их взяла? Конечно же, похитила Олаф. Я в этом даже не сомневаюсь. Я иду за ней. Надо проследить, куда злая королева понесла младенцев. Анна, но это же опасно. Опасно, если она погубит малышей. Вот это опасно. Нужно сообщить об этом Эльзе. Срочно. Вот где вы, малыши. Не плачьте. И ничего не бойтесь. Я пришла вас спасти. Ну что, попалась? Или ты думала, что я тебя не вижу? Вы похитили малышей. Верните их немедленно. Ха-ха-ха-ха. Как смешно. Это не смешно. Похищать детей. Вижу, мы с тобой не договоримся. Я с похитителями детей не договариваюсь. Ну что же, сама виновата. А ну, немедленно развяжи меня. Ты смелая, но глупая. Посиди пока связанная. А я подумаю, что я с тобой сделаю. Эльза, Эльза. Что случилось, Олаф? Анна пошла в замок злой королевы. Зачем она туда пошла? Чтобы спасти похищенных младенцев. Все понятно. Извини, Рапунцель. Но мне нужно спасать сестру. Я с тобой. Тогда поспешим. Здравствуйте, детки. Ну и везет же мне сегодня на маленьких детей. Моя сестра Анна у тебя. Отпусти ее. А еще что? А еще отдай похищенных малышей. Ха-ха-ха-ха. Как смешно. Мне придется вас связать. Тогда мне придется тебя заморозить. Потерпи, Анна. Сейчас мы тебя развяжем. Какие же мы молодцы. Мы сегодня спасли малышей. Вы спасли. Вы справились с колдуньей. И спасли малышей и меня. А я не волшебница. И ничего не умею. Анна, не грусти. У тебя есть другое, очень ценное качество. И какое же это качество? Ты очень смелая. Ты не побоялась злой королевы. И не задумываясь о своей жизни, пошла спасать чужие. И если бы не ты, даже боюсь представить, что бы сейчас было с этими малышами. Ты правда, Рапунцель, думаешь, что я смелая? Конечно. И я тоже так думаю, Анна. Правда? Значит, я не бесполезная? Конечно же, нет. Ты самая лучшая. Хм? Эльза? Рапунцель? У нас ведь с вами осталось еще одно незаконченное дело. Ну да, Анна. Мы должны разыскать родителей этих малышей. Тогда за дело. Вперед! Вы не могли бы мне помочь? Чем я могу вам помочь? Я разыскиваю одного человека. Так, это же Спайдер Мэн. С ним дружит моя сестра. Так, вы его знаете? Вы мне поможете с ним встретиться? А зачем он вам, если не секрет? Мы старые друзья. Не виделись много лет. Вот, хотел бы повидать его. А, ну тогда, конечно, я вам помогу. Сейчас, подождите. Мой малыш, где же ты? Вы случайно не видели, кто подходил к коляске? О, нет! Моего малыша похитили! Эльза, дорогая, мне нужна твоя помощь. У меня похитили ребенка в парке. Жди меня в парке, сестричка. И никуда не уходи. Я скоро буду. О, Спайдер Мэн, какое несчастье! У Анны похитили ребенка. Прямо в парке, когда она была с ним на прогулке. Что делать? Без паники, Эльза. Мы его обязательно найдем. И кажется, я знаю, чьих рук это дело. Гоблин, ты молодец. Здорово придумал отвлечь Анну. А ты так тихо подкралась и забрала малыша из коляски. Даже травинка не шелохнулась. Да, мы молодцы с тобой. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Молодцы! По-вашему, похищать младенцев это так весело? Убирайтесь отсюда, пока я с вами не расправился. Отдай ребенка. Ха-ха, размечтался. Ну, тогда извини, ты сам напросился. Сдавайся! Получай! Малефисента, отдай моего племянника! Нет, ты его не получишь! Ну, тогда ты не оставляешь мне выбора! Не плачь, малыш! Теперь ты в полной безопасности! И совсем скоро увидишь свою мамочку! Не плачь! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А где ты ее взяла? Я нашла ее на крыльце нашей башни Ее кто-то подбросил нам Мы должны найти ее маму Маму? Ты еще ничего не поняла, Рапунцель? Ее мама бросила ее и подкинула нам Она отказалась от нее О нет! Как же можно бросить такое сокровище? Как можно отказаться от такой малышки? Я тоже не понимаю этого, Рапунцель Но в жизни всякое бывает Так что теперь Мы с тобой заменим ей И маму, и папу Подержи ее, Рапунцель Я принесу для нее молока Не плачь, маленькая Тебя никто не обидит Я обещаю Я найду твою маму И объясню ей, что она не права Что ты у нее И есть Самое большое счастье в жизни Возьми молоко, Рапунцель Малышку надо покормить А я пока схожу на чердак Там у нас где-то есть Твоя колыбелька В которой еще ты спала Я принесу ее для малышки Кушай, маленькая И вырастешь большая-большая И очень красивая Как тебе в моей колыбельке, малышка? Уютно? Сейчас я тебя покачаю А ты поспишь Баю, баюшки, баю Лебедь, можешь мне помочь? Конечно, Рапунцель Лети, пожалуйста И узнай Кто нам подбросил этого малыша? Хорошо, Рапунцель Я постараюсь все узнать Что такое маленькая? Тебе не спится? А давай-ка мы с тобой пойдем погуляем В лесу так красиво поют птички Ты обязательно заснешь под их песню Ну вот, видишь, малышка? Как пение птиц Тебя быстро убаюкало Спи, моя хорошая Рапунцель Рапунцель Это похищенный ребенок Его матушка сейчас Убивается от горя Не может быть! Матушка похитила этого ребенка? Как она могла? Зачем? У твоей матушки Много скелета в шкафу Будь осторожна, Рапунцель Ты ведь знаешь, где искать его маму? Конечно, Рапунцель Ничего не бойся, малышка Совсем скоро Ты увидишь свою мамочку Прощай, малышка И будь счастлива Рапунцель Зачем? Хаааааа Такalter Ахахах Прощай Ахахах Умides Ахах Ахахах 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 Ахах Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В модной индустрии компанию Тебе предложили Должность президента компании? Ну да А почему ты отказалась? Это работа в Нью-Йорке Скипер, Стэйси и Челси Отказываются туда переезжать Тут у них школа, друзья, ты В общем, я их не уговорила Ну, не хотят переезжать Пусть остаются в Малибу Со мной Нет, дорогая Работа модели занимает много времени Тебе некогда возиться с детьми? С детьми? Скипер и Стэйси не такие уже и дети Остается только Челси Но мы втроем Как-нибудь уже с ней справимся Ты это серьезно, Барби? Конечно, серьезно А вот должность президента компании Не раздают каждый день И от таких шансов в жизни Не отказываются Сейчас я позвоню папе Чтобы он тебя встретил Папа? Да, доченька? Мама вылетает в Нью-Йорк Сегодняшним вечерним рейсом Встречай ее Дети согласились ехать? Нет Дети остаются со мной В Малибу Так что работайте спокойно А у нас все будет хорошо Спасибо, Барби Для мамы эта работа очень важна Я знаю, папочка Целую, дорогая И я тебя Ну вот, все решено, мамочка Папа тебя встретит в Нью-Йорке Ты собирай вещи А я отвезу тебя в аэропорт Ну хорошо, доченька Дети Вы уверены, что не хотите ехать со мной? Мы уже все решили, мамочка Мы остаемся с Барби Я буду очень скучать за вами Мы будем приезжать к тебе Каждые выходные, мамочка Пока, мои любимые Слушайтесь, пожалуйста, во всем Барби Хорошо, мамочка Ура Свобода Родители в Нью-Йорке Барби, как всегда, на показе мод А у нас каждый день Вечеринки Вот это жизнь Да Ура Смотри-ка Как нам сегодня повезло Дети играют одни Без родителей Да уж Похищать детишек Это мое самое любимое занятие Какой план, подружка? Простой Я предложу им сначала мороженое А потом покататься на машине Здорово Вперед, подружка Здравствуйте, детки Хотите мороженого? Конечно Хотим Стойте Нельзя ничего брать у чужих тетечек Вы что, не помните Что мама говорила? Ну почему же нельзя? Я ведь от чистого сердца предлагаю От чистого сердца? А потом что предложите? Покататься на своей машине? Хм Какая-то умная Не по годам А ну убирайтесь отсюда А то как закричу сейчас Не надо кричать, девочка Я уже ухожу Маша Так мороженого хочется Что, жить надоело? Нет Тогда без мороженого обойдетесь У меня ничего не вышло Давай-ка я попробую Съешьте яблочко Смотри Кенди Какое яблочко нашла Ух ты Со мной поделишься? Конечно Нельзя это яблоко есть Почему нельзя? Где вы тут яблоню видите? Нигде не видим Ну вот Что вот? Вы что, не помните сказку о спящей красавице? Только и надкусила яблочко Даже съесть его не успела И заснула мертвым сном Знаешь, Маша Тебе, наверное, в детстве сказок перечитали А вот вам их не дочитали Надо будет этим заняться Поэтому с этим яблочком мы поступим вот так Ой Ничего себе, какая у тебя шишка Слушай, подруга Давай-ка уезжать отсюда Пока нас эти дети совсем не искалечили Мишка Я гулять иду Мишка Ты что? Какая шубка? Мне же жарко будет Я все время бегаю, прыгаю Мне холодно не бывает Маша На улице осень Можно простудиться Нет Сказала, одевать не буду И не прости Все Я пошла Эми Ну ты и вырядилась Тебе не жарко? Мне мама сказала так одеться Ты что, всегда прямо слушаешь маму? Всегда Ааааа Чи 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 Ой Что-то мне нехорошо Пойду-ка я домой Ай-яй-яй Мне очень плохо Горлышко болит Горлышко болит И голова Мишенька Сделай, пожалуйста, что-нибудь Хе-хе-хе-хе Конечно Температура 38 Как же тут болеть не будет Надо срочно вызывать доктора Температура Температура у Маши Еще выше поднялась Нужно сделать укол Что? Укол? Мне? Нет Только не это Михаил Потапыч А где Маша? Хм Сейчас я ее найду Таффи Не выдавай меня, пожалуйста Мне укол хотят сделать А-а-а Вот где ты, Маша Ой Мишка Отпусти меня Я не хочу делать укол Не надо А-а-а А-а-а Михаил Потапыч У меня совершенно нет времени Гоняться за Машей Придется вам температуру Взбивать таблетками А у меня сегодня Еще много других вызовов Мне пора Маша Нужно выпить Таблетки от температуры Таблетки пить не хочу Но лечиться ведь надо Лечиться надо Неси мне Малину Мед Лимоны И липовый чай можешь сделать Угу Вот это лекарство Я понимаю Сразу лечиться хочется Кушай Кушай Тарфи Я тебе еще принесу Ты заслужил сегодня Спас меня от укола А я и без него выздоровела Спасибо тебе Тарфи Ты у меня самый настоящий друг Машенька Машенька С сегодняшнего дня Я буду ходить на работу А за тобой Будет присматривать няня Няня? Да А вот и она Сейчас я вас познакомлю Здравствуйте Здравствуйте, Мэри Мы с Машей Уже вас ждем Проходите, пожалуйста Мамочка Мамочка Мне не нравится Эта няня Я хочу Чтоб моим няням Был Мишка Нет, Маша Мишка не может быть Твоей няней Нам нужна Няня профессионал В агентстве сказали Что Мэри лучшая Ммм Все, не капризничай, Маша До вечера Мне пора на работу Няня Мэри Можно я схожу К Мишке в гости Нет Нельзя, Маша С сегодняшнего дня Ты к Мишке Больше ходить не будешь И вообще Забудь о своей Прошлой жизни Где ты только Играла Бегала И вообще Вела себя Как мальчишка С сегодняшнего дня Я буду делать Из тебя Леди Кого будете делать Леди Я буду учить тебя Хорошим манерам Да уж Но подружек своих Я могу пригласить В гости Нет Никаких подруг Теперь ты будешь Дружить Только с девочками Из высшего общества Которые тоже леди Для начала, Маша Тебя нужно переодеться Ты одета Просто ужасно Выбирай Какое платье оденешь Это Или это Няня Но как в таких платьях Можно кататься на горках Или прыгать на батуте Это же неудобно На горках Ты тоже кататься Больше не будешь Они грязные И вообще Эти развлечения Не для Леди Что? Ну это уже слишком Про Мишку забудь Друзей брось На горках не катайся И только носи Эти дурацкие платья Ты совсем Няня С дуба рухнула А вот за эти слова Ты будешь Наказана Вот постой Теперь в этом углу Маша И подумай Над своим поведением А я пока пойду Немного отдохну Нет Но это уже вообще Ни в какие ворота Не лезет Ну няня Сейчас я тебе устрою Ну няня Мэри Готовься Я тут кое-что Придумала для тебя Отличненько получилось Ну няня Мэри Держись Я иду Проснись Я привидение Этого дома Прощайся с жизнью Привидение Надо убираться Скорее Из этого дома Что-то убегала Ты няня Мэри Совсем Не как леди Маша Ты где? Я здесь Мамочка Почему ты стоишь В углу Машенька? Меня няня Наказала За что? Я отказалась Одеть Нарядное Платье А где она сама? Она куда-то ушла Отлично И пусть Не возвращается сюда Никогда И что нам так с тобой Не везет С этими нянями? Не расстраивайся Мамочка Завтра за мной Сможет Мишка Присмотреть Он никогда Меня не наказывает Ну почти никогда Он хороший Можно? Ну ладно Доченька Договорились Мишка Мама Разрешила Чтобы ты сегодня Побыл Моим няням Ты рад? Угу А я как рада Да я просто Счастлива Потому что Ты Самый лучший Нянь на свете Моим няням Ты кто? Что-то мне Очень знакомо Твое лицо Аааа Вспомнила Ты же злая Королева Из сказки Приятно Когда тебя узнают Ты что Меня Похитила? Да Зачем? Мне нужна Служанка Служанка? Ты что? Я же Маша Если будешь Плохо мне Служить Маша Превращу тебя В жабу В жабу? Я не хочу Быть жабой Тогда Делай то Что я скажу Сейчас Приготовь мне Ванну С лепестками Рос Ванну? С лепестками Рос? А где я возьму Лепестки роз Насобираешь В моем Саду Ванну С розами Она принимает Ну и Избалованная Это Королева А теперь Приготовь мне Витаминный Коктейль Я не умею Готовить Коктейли На столе Найдешь Все ингредиенты Нужно Просто Их Смешать В миксере Кисловатый Надо Добавить Сахара Так Где у нее Тут Сахар Ага Вот это Наверное Думаю Достаточно Маша Ты Где? Иду Иду Ну что Вкусно? Вкусно Но какой-то Странный Привкус Немного Ты туда Ничего Лишнего Не добавила? Немного Сахара Какого Еще Сахара? У меня В доме Нет Сахара Я его Не употребляю Я думала Это Сахар Ой Королева Что это С вами? А что Со мной? Я сейчас Зеркало Тебе Принесу Вот Смотри Что ты Наделала? Ты добавила В коктейль Змеиный яд Ху Берегись Теперь Смотри Музыка 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 Пепа, дай-ка мне 10 порций мороженого. Но у меня только 6 осталось, Михаил Потапыч. Хорошо, значит, давай 6. Мишка, так много мороженого есть нельзя. Горло заболит. Это тебе, Маша, нельзя. А у меня никогда горло не болит. Прямо-таки никогда-никогда? Никогда. Везет же тебе. Вот видишь, Мишка, не послушался меня и заболел. Но ничего, сейчас будем лечить твое больное горло. Сейчас будешь у меня пить теплый чай с лимоном. Пей, Мишенька. Теплый чай должен помочь. Еще. Молодец. Что, Мишенька, болит? Угу. Ну тогда, вот тебе настой ромашки. Иди, полощи свое горло. Теплый чай catch setter. Обой. Хар depression. Обой. Теплый чай для shortened чай. Теплый чай. Теплый чай. А … Теплый чай. Теплый чай. Теплый чай. Ну что, Мишка Горло меньше болит? Ой Тогда придется делать укол Ну, иначе горло будет долго болеть, Мишка Не бойся, Мишка Я умею делать уколы Я тебе не больно сделаю Сейчас, Мишка Ну вот и все Три дня поколем уколчики, Мишка И можно опять есть мороженое по шесть порций Что, не хочешь шесть порций? Ну и правильно Всего должно быть в меру И мороженое кушать тоже надо в меру Поняли, дети? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok